19 июня 1941 года в Самарканде в Мавзолее Гур-Имир ученые вскрыли саркофаг Томерлана. Через два дня Германия напала на СССР. С первого взгляда это покажется совпадением. Между этими двумя происшествиями столько мистических привязок, что расследуя их не остается никаких сомнений в том, что это непростое совпадение. Да, за два дня до начала Великой Отечественной войны потревожили дух Эмиро Тимура. Работы по вскрытию саркофага Томерлана должны начаться не позднее мая. Иосиф Сталин. Этот приказ вождь отдал лично. Именитый историк-востоковед Михаил Евгеньевич Масон обратился к руководству советской власти с просьбой о вскрытии саркофага Томерлана еще в 1926 году. Но положительный ответ был дан только в 1941 году. Все и началось после этого. Сначала ученые вскрыли могилы сына Томерлана Шахруха и убитого исламскими фанатиками внука Великого Эмиро Лукбека. Дошла очередь и до могилы Томерлана. Не так-то просто было вскрыть могилу Томерлана, так как сломалась лебедка, при помощи которой отодвигали массивные камни с могилы. Дальше работали вручную и потребовалось много времени, чтобы убрать с могилы три больших камня. Надгробный камень был изготовлен из нефритового камня весом больше 1440 килограммов. Дальше показались две мраморные плиты. А в могиле в деревянном гробу был никто иной, как Великий Томерлан. Он был укрыт темно-синей парчой, на которой были вышиты серебряными нитями аяты из Корана. Как только был вскрыт гроб, вся усыпальница заполнилась каким-то ароматом. Всех насторожил этот запах. И в этот самый момент настала кромешная тьма. Неисправность смогли устранить лишь через три часа. Электрик так и не понял причину отключения света. До начала войны оставались 48 часов. Советское руководство выражало большой интерес к Амиру Тимуру и даже уважало его как историческую личность. Даже в учебниках по истории Томерлан приставал перед читателем в положительном ключе, как человек, освободивший русский народ от татаро-монгольского яга. Малик Каюмов в своем интервью утверждает, что были люди, которые неоднократно предупреждали о том, что вскрытие могилы Томерлана приведет к несчастью. Каюмов также рассказывал о встрече группы археологов с тремя старцами, которые убеждали ученых не раскапывать гробницу, показывая им некую сакральную книгу. «Не тревожьте Томерлана. Это приведет к большим бедам. Начнется война и прольется кровь. В этой книге все написано», – утверждали старцы. Но к их словам никто не прислушался. Мистические слухи не были причиной не выполнять приказ Сталина. Страх перед вождем народов был страшнее, чем тревожить дух Томерлана. Каюмов вспоминает, что когда стало известно о начале войны, все члены экспедиции удивленно смотрели друг на друга. Но было уже поздно. Все газеты страны писали о проводимых работах в мавзолее Томерлана. Эта весть облетела весь мир. Обнаруженные останки принадлежали Томерлану. На правом колене была видна деформация, что позволяло точно определить, кто лежал перед учеными. Миссия завершилась. Чувствовалось, что перед нами останки настоящего правителя. Рост около 180 сантиметров. Большой череп. В могиле были останки, принадлежавшие великому человеку. По крайней мере, впечатление было именно таким. Останки скелета Томерлана были доставлены в Москву для дальнейших исследований. Работы над черепом Томерлана по восстановлению облика великого и мира проводил антрополог и скульптор Михаил Герасимов. Дочь скульптора Маргарита Герасимова вспоминает, что из-за сжатых сроков отцу пришлось принести материалы домой и работать в домашних условиях. Папа работал дни напролет на кухне, в комнате, на коленках. Тихонечко работал над черепом. Он старался сделать максимально достоверным облик Томерлана. С фронта приходили не самые хорошие вести. Германия продвигалась вглубь территории СССР. Мали Каюмов был отправлен на фронт как оператор, чтобы запечатлеть кровопролитные бои. Узнав о том, что маршал Жуков находится на фронте, неподалеку Каюмов не упускает возможности встретиться с маршалом. Я был на Калининском фронте. Я был обязан во что бы то ни стало встретиться с Жуковым. Он встретил меня в своем блиндаже достаточно тепло, даже чаю предложил. Я же рассказал про все, что случилось, и про вскрытие могилы, и про трех старцев. Одним словом, рассказал все, что знал, и указал, что мы все еще несем большие потери, и что нужно бы Томерлана вернуть в свою могилу. Жуков отнесся к этой истории со всей серьезностью. Немного подумав, он пообещал, что сообщит обо всем товарищу Сталину. Машал Жуков сдержал свое слово. При встрече со Сталином он передает слова Каюмова. Вождь народов, позвонив первому секретарию ЦК Компартии Узбекистана Усману Юсупову, дает распоряжение о том, что семья Эмира и сам Томерланд должны быть захоронены в своих могилах. Через месяц после распоряжения Сталина останки были захоронены. Но вот где были скелеты все это время, и что с ними происходило, остается загадкой. И снова мистическое совпадение. Советские солдаты, которые не могли переломить ход войны, через два дня после возвращения и захоронения останков Томерлана, сдержали сокрушительную победу над захватчиками. Это была Сталинградская битва. Эта победа оказалась роковой. Именно после нее ход войны пошел совсем по другому сценарию. История не заканчивается на этом. Летом 1943 года в Мавзолее назначается новая экспедиция. В преддверии Курской войны Сталин выделяет на реставрацию Мавзолея Томерлана 1 миллион рублей. В то время на эти деньги можно было дать фронту 16 танков. Это решение Советов в такой сложной для страны период удивило многих. Война завершилась в пользу Советского Союза. Останки тимуридов не были выставлены в качестве экспонатов в эмиртаже. До сих пор у многих эмир Тимур вызывает уважение и трепет. Никто не думает лишний раз тревожить дух великого полководца.